здравствуйте это хороший плохой злой виталий сапожников александр котов сегодняшний мининг кстати я георгий лазаров мы в этой студии и по традиции как всегда вначале разыграем собственно наши роли кто сегодня будет хорошим кто прохим то злым саша с того не менее силы в родил дочку секундочку секундочку вот что вот случайно тебе вы же быть хорошим да я сегодня хороший ну и что да у тебя бишься не блат какой до переходим к первой рубрике узнаем что в на этой неделе попала в нашей интернет сеть моя новость рпц предлагает запретить некоторые мультфильмы вот один из представителей русской православной церкви протоиерей димитрий смирнов высказался в том смысле что вот у меня тоже детям аккуратно подбираем фильмы которые очень хорошо посмотреть есть фильмы которые не надо смотреть а есть мультфильмы которые видимо вообще не надо кроме старых что это за мультфильмы и чем они не угодили православной церкви и сразу что для взрослых просто у нас же еще часть старых между прочим мультиков запрещено вообще государством то есть не запрещено но ограниченный просмотр потому что там курят там что-то еще делают вот так таким образом так понимаю что программа зовите малышей у расстанется именно благодаря ну погоди я научился в свое время курить пить пиво есть сушеную рыбу понимаете я считаю что новость плохая давайте я уж тогда начну новость плохая потому что мы не делаю это протоиерея дмитрия смирнова лезть выступать критиком выступать до критиком и лезть вообще в критику мультфильмов слушайте но неужели мы решили все остальные проблемы с точки зрения дмитрия смирнова да протоиерею православной церкви что нам теперь осталось только вот взяться за мультики я не думаю в хорошие да я не думаю я не думаю в общем что каким-то покемонам можно нанести какую-нибудь душевную невосполнимую травму ребенку ну вот сразу видно что вот не смотришь ты с детьми мультики потому что да потому что взрослые которые смотрят то что смотрят их дети они просто то есть иногда в шоке я хороший мне деваться некуда сейчас про отечественные мультики или там какая-то продукция не кило знаешь ну собственно говоря если даже рассмотреть самый знаменитый отечественный мультфильм который как мы по-моему недавно говорили да маша и медведи да то с точки зрения то есть там я не знаю социализации психологии там можно усмотреть все что угодно потому что но маленькая девочка терроризирует огромного медведя просто не дает ему прохода и продыху вот поэтому а действительно очень много хороших советских мультфильмов красивых и с точки зрения они же были все вот очень грамотно сделаны там если вот такую скажем вот советско-коммунистическую составляющую отбросить немножко в сторону в мультфильмах ее особо не было но я тебе скажу большинстве мультфильмах ее особо не было я тебе открою большой секрет в россии уже двадцать пять лет как более двух телеканалов есть конце концов интернет где все эти российские советские мультики можно найти поехали дальше да ну вот это вообще замечательная новость новочеркасский мужчина 11 часов просидел на остановке чтобы доказать что автобусы не ходят по расписанию это же не ни один не приехал это же не реальная фотография ну нет конечно это не новочеркасский и остановка в общем не такая а суть заключается в том что один мужчина побывал на каком-то заседании то ли областного то ли городского совета вот где как раз отчитывались о работе муниципального общественного транспорта вот и после чего он пришел на остановку просидел с шести утра до пяти вечера по моему если наоборот с шести утра до пяти вечера все автобусы которые проезжали мимо они тут то есть они проходили но они останавливались почему-то на этой остановке полностью игнорируя человека который там находился ну в общем вот так вот вот 11 часов просидел что ты хотел доказать нам дорогой друг ну кому что ты хотел доказать бы хотел открыть глаза на то что ребят не все так радужно как вы рассказываете на ваших советах и комитетах доказал это моя тема австралийские сенаторы одобрили спорный законопроект после тридцати девяти часовых дебатов тридцать девять часов люди депотировали по поводу небольшого законопроекта больше суток это полтора суток даже больше как бы одномоментно то есть они не выходили из зала нет кто-то выходил из зала кто-то даже переодевался в пижаму как вот этот депутат который на экране но при этом зале непрерывно находилось около трети депутатов то есть это наверное было необходимо для сохранения кворума да для того чтобы продолжать дискуссию в итоге через тридцать девять часов одобрили эту поправку поправку об изменении вида бюллетеня при голосовании в сенат я сейчас понимаю что наверное девяносто процентов наших телезрителей смеются в голову скручат пальцем у виска я вам скажу только одно дорогие друзья если это собственно есть настоящая демократия когда люди которых вы избрали которые за ваш счет получают зарплату готовы тридцать девять часов не есть не спать и спорить над тем вопросом которым считается нужно российские депутаты государственной думать я даже не представляю чтобы они за тридцать девять часов натворили они наверное приняли бы конституцию в новой редакции одновременно две бюджет все равно ближайшие 50 лет ну и соответственно поправки там в основной закон о гарантиях ну то есть слушай а че я тебе поддакиваю я хороший сегодня ну вот а я позлюсь то что соглашусь с тобой георгий то что вот ну невозможно представить такое вот у нас в стране чтобы вот настолько щепетильных депутатов вот у нас выбрали или назначили как там я не знаю скорее назначили в последнее время скорее так вот и которые бы настолько серьезно относились к своей к своим обязанностям к принятию вот мелочного какого-то мелочной поправки и все же новость со всех сторон замечательная просто мне кажется другой разговор что я надеюсь что когда-нибудь случится и такой в нашей стране вот просто чтобы мы похохотали там кто-то покрутил пальцем у виска а кто-то сказал что ну молодцы и просто хочется да чтобы они хочется чтобы они работают но главное чтобы эта демократия вот это обсуждение не доводили до какого-то абсурда ну ну 39 часов обсуждать что-то там возможно это было очень важно решили принципиальный вопрос ну ладно ты ничего сидишь шумный вид делаешь давай к тебе за кадром и перейдем посмотрим да сюжет который подготовил италий сапожников об основных по его мнению событий к неделе сельская медицина в оренбуржье явно занедужила к такому выводу пришли представители общероссийского народного фронта на неделю они приехали к нам с проверкой и выяснили проблем в местном здравоохранении хоть отбавляй а виной всему та самая активно поминаемые тут и там оптимизация врачей не хватает фапов критически мало вот и жалуются люди нет ни эндокринолога ни уролога нет нету глазного нету гинеколога даже отделение все закрыты у нас самые хорошие врачи уехали у нас там нету женского врача нету да еще детского кодиолога детского у нас нету впрочем он эфовцы такому положению дел кажется совсем не удивлены ситуация к сожалению типичная если область или республика имеет большое протяжение вот так как скажем оренбургская область или вот мы были в забайкальском крае то снижение доступности на периферии закрытия специализированных отделений отсутствие специалистов в районах да неукомплектованность фапов да это приводит очень нехорошим последствиям в общем активистам будет о чем подумать только чего ждать дальше помнится в прошлом году тоже приезжали мерить ямы на оренбургских дорогах измерили уехали что сейчас творится на улицах все мы видим я плохой опять да плохому начинаю ты сейчас сказал что да в прошлом году приехали померили ямами стали больше может быть теперь с больницами все со здравоохранением будет еще хуже на самом деле слушайте смешно смешно он эф он эф которые кого контролирует пытается контролировать власть что ли кого берга будет контролировать я вот сейчас за кадром говорю а что это за структура вообще она для чего это для кого это долго можно вот о чем речь что это за структура но вот и самое главное они приезжают и так с таким видом что они открывают нам глаза на проблемы вот то что ох мы тут приехали померили у вас оказывается дороги плохие у вас то заказ здравоохранение если помните про нерушимый блок коммунистов и беспартийных вот тут ситуация доведена до абсурда тем что беспартийные будут якобы контролировать коммунистов ну лет 30 назад хотя бы не делали извините такой глупый вид сейчас его делать пытаются ну что это будущие выборы он и ф также будет пытаться мне что у меня будет пытаться смотреть хорошо что хоть кто-то к нам приезжает и хоть в чем-то пытается разобраться вот смотри приехали да их там показать по телевизору там о том что в здравоохранении есть проблемы да ты знаешь а вдруг ну вдруг вот там я не знаю юрий саныч или владимир владимирович сидит и не знает что у нас здесь проблемы ну ведь также 99 процентов людей у нас думает или сколько там 60 лет может быть владимир владимирович путин не знает о том что у нас проблемы это думают на уровне как у вас киева на каждому покажет по телевизору глядишь и до владимир владимирович дойдет какая-то информация ну как-то вот надо это хороший боярик негодяй приехал человек дорогих очках да в красивой одежде паха поговорил с людьми которые приехали черти знает откуда потому что у них просто нет педиатра там или женского женского врача да дальше то что до дороги увидели поехали в другой регион там дороги фамилию фамилию же записал от этого человека да то есть гаврилов эдуард да гаврилов эдуард вот мы его потом найдем и спросим а дальше чего прошу друзья найдите гаврилова эдуарда спросите у него пожалуйста можно даже написать можно даже написать поехали дальше все выше и выше в оренбурге вновь подорожал бензин 92 теперь стоит 33 95 37 рублей связан скачок с ожидающимся ростом акцизов на топливо впрочем как показывает жизнь цены на бензин в россии и без всяких акцизов штука мало предсказуемая акцизы растут дорожный фонд вроде как пополняется все лучше и лучше а дороги все хуже и хуже понятно да что деньги идут либо разворовываются просто-напросто из этого фонда либо и совсем не по назначению то есть не на то чтобы сделать дороги лучше само собой подсуетились частные пассажирские перевозчики тарифы на маршрутных пазиках на этой неделе подняли с 17 до 19 рублей у предпринимателей в этом отношении с января развязаны руки и определять цену они могут самостоятельно уже в апреле и вовсе ожидается подорожание проезда до круглой суммы в 20 рублей сразу бы сделали 20 да да вот кстати что за ждут то нет чего тебя нельзя делать сразу 20 рублей это ну вы знаете 90 90 90 90 должно быть я я не знаю что можно найти в этой всей новости хорошего с учетом того что как бы шарахнули сразу по двум категориям людей то есть по а по тем кто ездит на машинах поднятием цен на бензин и б по тем кто не ездит на машинах и ездит на общественном транспорте поднятием цен на общественный транспорт я принципе взаимозависимы я в этой плохой новости найду еще одну плохую новость если помните свое время в петрозаводске была избрана от яблока галина ширшина независимый кандидат поддержана яблоком первое что она сделала когда пришла она отменила инаугурацию золотые парашюты чиновникам исключила и снизила проезд на общественном муниципальном транспорте в городе петрозаводске после чего повыпендривавшись частники тоже взяли и снизили проезд титаническими усилиями местного губернатора главы республики депутатов местного городского совета шишину через два с половиной года сняли с ее работы ровно через три дня цены на проезд в общественном транспорте в муниципальном выросли соответственно выросли цены я к чему говорю к тому что пока город обидеть общественный транспорт тоже городская функция пока город не будет развивать свой общественный муниципальный транспорт пока его 10 процентов будет пока он не будет развивать свой общественный транспорт который несет должен нести не только социальную нагрузку но и должен быть до экономически обоснованным с одной стороны, а с другой стороны как-то сдерживать аппетиты участников. Которые пустили, между прочим, свободное плавание. Да, друзья, ничего вы не понимаете. Мне кажется, что если бы даже не цены на углеводороды, на, извините, бензин, почему-то все равно закрадывает сомнение, что тарифы бы в любом случае подняли. Смотрите, ребят, наше государство нам говорит, ребята, сидите дома, не надо никуда ездить, не выходите из дома. Вот на работу с работой максимум. И тогда жизнь будет все хорошо. Пешочком можно пройти. Да, пешочком прогуляйтесь. У тебя в этом сюжете на заправке стоял... Я не мог не обратить внимание, новый Мерседес С-класс, который стоит от двух с лишним миллионов рублей, который работает при этом в такси. Да. Я предлагаю оставить это без комментариев, назвать Оренбург город контрастов. Проезд в общественном транспорте 19 рублей, на Мерседесе 70 рублей. Все. Иван Васильевич Нуев поменяет профессию, а непрофессиональные актеры поразмышляют о главном. В Оренбурге стартует целая серия благотворительных спектаклей, в которых примут участие известные люди города, политики, бизнесмены и просто талантливые семьи. По опыту предыдущих постановок зрительский интерес должен быть большим. Тем более, что ставят спектакли известный оренбургский актер Александр Федоров и челябинец Павел Каштанов, уже порадовавший оренбургца два года назад обыкновенным чудом. Так что в сторону попкорн, вперед театр. Ну и на эту тему мы подробнее поговорим с одним из людей профессиональных, с режиссером одного из данных благотворительных спектаклей. Иван Васильевич меняет профессию Павелом Каштановым. Павел, добрый день, спасибо большое, что пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Павел, еще раз здравствуйте, спасибо, что пришли. Давайте в нескольких словах о постановке. Знаете, да, не было ни гроша, да вдруг алтын. У нас за последние несколько лет в городе эта постановка уже не первая, любительскими силами, силами любительских актеров. Вы, наоборот, в этом деле человек уже профессиональный, для вас эта постановка не первая. Чем вот этот принципиальный спектакль отличается от других? Почему стоит идти, собственно, и смотреть? Ну, во-первых, мы не стоим на месте, мы растем. Два года назад, да, я ворвался в город Оренбург со своими проектами, которые я начал давно уже в Челябинске. И вот Оренбург тоже захотел, чтобы здесь было что-то подобное. Меня пригласили, я дал такой старт. Был хороший старт, если помнить, Обыкновенное чудо. И чтобы не стоять на месте, мы идем дальше. Этот проект уникален, во-первых, тем, что у нас, кроме ВИПов, в спектакль принимают участие простые горожане, если так можно сказать. Которые проходили некий... Некий народный кастинг у нас все-таки состоялся, потому что еще тогда на Обыкновенном чуде как раз мы задавали очень много вопросов по поводу того, что почему бы вообще не создать народный театр. Есть тяга к творчеству, есть некий творческий пар, который хотелось бы выпускать. Ну и как у Чехова, помните, знаменитую фразу, ну все на сцену лезут. Это нормально. Я уже говорил о том, что в Европе, в Америке и в Латинской, и в любой тратится очень много денег на всякие карнавалы, на организации маршевых шествий, каких-то театральных представлений. Хорошо, пара выпустить. То есть, недостатка желающих-то не было. Да, да. Это не то, что помидорами весь город кидается, или апельсины давят. Тоже интересные дела. Хотя бы выйти на сцену, и тем более посвятить этот спектакль году, кино, взять хороший кинохит, Иван Васильевич меняет профессию. В общем, народу набралось столько и много, что мы делаем два состава, чего не было в обыкновенном чуде. Это еще одна ступенька, в которой мы растем. Поэтому и два спектакля. Поэтому и два спектакля, чтобы могли поиграть и те, и те. И в итоге в финале у нас 70 с лишним человек на сцене уже выходит. Представляете? Такого массового спектакля мы еще не делали. То есть, растем. Смотрите, вы делаете для меня вещь не бесспорную, в том плане, что вы делаете постановку по, наверное, даже не по произведению Булгакова. А уже по классическому. А по фильму, который на самом деле является безусловным хитом, я бы, например, не рискнул. Вам не страшно? Да. Смелости пришлось бы занять где-то, чтобы на это решиться. Да. Нет. Смелости у меня хватает. Всегда хватало. Я всегда брал известные вещи. Если мы делали какие-то благотворительные спектакли, то обязательно должен был хит либо театральный, либо кинохит. Буквально в ноябре я поставил в Челябинске Покровские ворота. Был бешеный успех. Хотя пришли люди, которые на спектакль, которые ни один чтоб не смотрел. Хотя с точки зрения актерской работы, наверное, даже посложнее, чем Иван Васильевич. Да. Да. И я, кстати, об этой идее рассказал. В Оренбурге участники наших проектов уже зажглись. Они хотят следующий спектакль Покровские ворота. Посмотрим, как получится. В этом проекте, кстати, он еще чем уникален. Иван Васильевич, у меня профессия для меня. У меня 95% участников первый раз в жизни выходят на сэл. Я рассчитывал как-то на какую-то опытную команду, которую я тогда раскачал еще на обыкновенном чуде. Буквально два человека только из той команды попали в этот проект. Это хорошо. Заново обновляем и состав, в том числе на одних, чтобы, как говорится, и тех же не ходили, и даем возможность другим вашим Оренбургсам выпустить пар. Вот. И я всегда пишу свою инсценировку. Поэтому в данном случае и Булгаков присутствует в нашей постановке, и Гайдай присутствует в нашей постановке. Но обязательно. Ну, как не процитировать что-то из Гайдая, знаменитые фразы, ты просто что, бояры не обиделся, смерть и так далее. Смерть. И мы переносим место действия в Оренбург. У нас Шурик здесь живет в наше время, он здесь изобретает машину времени и отсюда отправляется в древнюю Москву. И Иоанн Грозный появляется у вас в Оренбурге. Он выходит на балкон и говорит, что Оренбург. Какие-то грики такие с Оренбургом серьезные. Вот так какая. Да, очень много юмора мы вставляем именно связанного с Оренбургом. Я все хочу спросить. Знаете, вот очень много еще, когда первый спектакль вышел и, в общем-то, и вот со вторым тоже, всегда возникает у людей много вопросов на тему того, что очень много чиновников занято в спектаклях. Было. Было. В этот раз. В этот раз меньше. Нет, да. В этот раз меньше. Для первого проекта было очень важно. И в Челябинске, когда я делал ревизоры, там как раз было на том построено, что чиновники играют чиновников. Это принципиально. В ревизоре, мне кажется, да, это актуально. Вопрос в следующем. Люди как бы возмущаются. Говорят, может быть, все-таки стоит заняться чиновникам своей работой, а не актуально. Те же говорят, чиновникам уже после первого проекта. Они и занимаются своей работой. Нет, и те, кто принимают участие в проекте, они занимаются своей работой. Мы репетируем сейчас вообще по ночам. Вот у нас завтра репетиция начинается в 9 вечера. И мы такие репетиции делали. Заканчиваются в 3 часа ночи. Они жертвуют своим личным временем. Им что теперь, никуда только работать круглые сутки 24 часа? Он имеет право на личное время заниматься чем угодно. Мы как раз... Тем людям, которые... Я всегда отвечаю на эти вопросы по поводу того, что этот проект как раз строится на известных людях, на ВИПах. Давайте возьмем мощи с машин, уборщиц, таксистов, парикмахеров, да, и кто на них купит дорогие билеты. Вы же и их в том числе позвали, я так понял. Ну, получилось в итоге, да, потому что рвутся, и они на сцену. Сколько пришло? Ну, в основном же дорогие билеты покупают, давайте откровенно говорить, друзья ВИПов, да, родственники ВИПов. Они могут себе позволить билет. Сами ВИПы на себя покупают билеты. То есть, все-таки это коммерческий проект? Это не коммерческий, это благотворительный проект. Как сделать сбор? Но в конечном итоге, то есть, главная задача – заработать денег, правильно? Конечно, да. Мы можем устроить спектакль, мы можем устроить флешмоб, мы можем устроить концерт, неважно, что мы устраиваем. Задача-то – собрать деньги. Дорогой билет на кого? На ВИПов. Я вам скажу, был такой неудачный проект в Челябинске, меня у него пытались затянуть, я сразу понял, что это бесперспективно, мы отказались. В итоге пытались сделать, то есть, смотрите, такую фишку – давайте возьмем людей, освободившихся из зоны, которые ищут себя в этой жизни, давайте из них сделаем проект «Люди-невидимки» на сцене. Джентльмены удачи. Нет, ну это не преступники, которые совершили тяжкие преступления, ну человек отступился, административные нарушения какие-то, что-то нечаянно украл или на него повесили, в итоге попал, вот он выходит, его на работу никуда берут, такой несчастный, давайте из них сделаем спектакль. Причем делали хит, я предложил бременские музыканты. И людям помогали. Раз, бубойники. Бубойники, да. Ну, как бы вот люди-бродяги вдруг попадают в какую-то ситуацию. Осел, петух. Замечательно. Да, и петух был, да. И в итоге проект не пошел, потому что на него очень трудно продать билеты. Ну, кто из горожан захочет заплатить там полторы-две тысячи за билет, а то и дарут. Когда можно подойти к обычной городской тюрьме, да. Да, и все. Когда можно просто смысл понятен. Да, смысл понятен. Поэтому это обязательно. Хорошо, я все-таки тогда додавлю эту тему, потому что очень много, на самом деле, разговоров ходит именно на тему финансовую. Кто-нибудь математику считал, вот огромное количество промо, я смотрю, там автобусы обклеенные, да. То есть, это за деньги делается? Нет. То есть, каким образом идет продвижение? Сейчас я расскажу. Пусть горожане переживают, ни один бюджетный рубль тут не задействован. Такие проекты делаются именно на спонсорские пожертвования или на какой-то ресурс, который могут дать. Моделец автобус играет в спектакле. Автобус играет в спектакле. Тот, кому предназначить автобус играет в спектакле, это его жертва. То есть, они жертвуют не только своим личным временем, а он жертвует своими ресурсами. И финансовыми, и автобусными, и любыми ресурсами. Надо понимать. Поэтому тут пусть не волнуется. Бюджетные деньги не страдают. Наоборот. Мы помогаем бюджетным деньгам еще помочь построить какой-то центр или пожертвовать деньги на больных детей, пожертвовать деньги на талантливых детей, и таким образом сэкономить бюджет во всех отношениях положительных Ну да, там про долевой финансирование. А еще придешь, Саша, в некоторых спектакле говорят? Дайте вопрос задать, я пытаюсь уже 10 минут. Павел, Челябинские актеры-любители, Оренбургские актеры-любители. Вообще, в принципе, какова разница работы в разных городах? Есть ли она? Есть ли она разница? Может быть, она в психологии людей? Не, ну, чуть-чуть ментальность отличается, потому что, наверное, влияет либо размер города, либо какие-то географические особенности. Но, в принципе, мы все Россия, мы все с Урала, все люди Другого хорошо понимаем. Где проще работать в итоге? Да, в итоге везде сложно. Особенно, когда люди первые в жизни. Нет, в Оренбурге просто как-то так получилось, что я уже приехал, мне там в Челябинске надо было зарабатывать репутацию. Здесь я уже приехал с некими погонами. Будем говорить. Поэтому доверие, кредит доверия был сразу. Даже если было какое-то недоверие, успехом, обыкновенное чудо, это все разрушилось. Поэтому теперь, если я приезжаю в Оренбург, на меня реагируют люди уже совсем по-другому. А для режиссера это важно. Чтобы актер доверял. В начале он не понимает, что я хочу от него. Может быть, я делаю какие-то эпатажные вещи, это его даже шокирует. Примерно с решения шведского посла, как я его решаю в этом спектакле, будет для зрителя шокирующим. Если помните... В фильме можно прийти? У нас вообще 12+, да. Нет, ничего такого скабрезного у нас не будет. Насколько эпатажным я имею в виду? Я имею в виду, что... Ну, если помните, в фильме он такой комичный. Там реверансы, да, легкая музыка. У нас он выйдет под Рамштайн. И у нас будет бой на копиях на сцене. Ох, спойлер им сейчас. Да, нормально. Они придут требовать гемскую волос. Серьезно. Мне кажется, это хороший спойлер. Если я... Можно все-таки про актеров? Про любителей актеров? Все-таки одно дело – работать с профессионалами, которые этому учились, которые их этому учили. Другое дело – с людьми с улицы. Давайте вещи называть своими именами. Давайте. А вам попадался хоть раз, например, из актеров-любителей, что в Челябинске, что здесь, в Оренбурге, кто-нибудь готовый для сцены, уже, в принципе, профессиональный? Смелу могу назвать. Алексей Козлов, который у нас играть будет буншу в этом спектакле, просто готовый уже актер. Он вошел в проект, и его полюбили все сразу. С ним очень легко репетировать. Он быстро все схватывает, главное, очень классно исполняет. У него очень хороший комедийный талант, у него хороший голосовой диапазон. Вот мы, если пишем что-то на студию, он пишется в один дубль вообще. Если с остальными актерами я мучаюсь, они по 18 дубля. А чем Алексей Козлов занимается в жизни? Знаете, я даже не вникал. Знаю, что он бизнесмен. И мне эта сторона меня не интересует. Я вижу его талант. Алексей, у вас все еще впереди, можете применять работу. В обыкновенном чуде участвовал вице-губернатор. Да. То есть, это максимум такой чин. А вот, допустим, Челябинские какие чиновники, какого ранга были? Ну, министры, депутаты у меня также играют, да. Вице-губернатор пока еще готовится, наверное, к этому морально. Потому, что вот если говорить про разницу в ментальности, то здесь как бы сразу в ВИПы пошли проекты. То есть, попроще. А легко было договориться? Ну, с Дмитрием Кулагиным, если имеется в виду. Ну, в частности. Что очень, очень хорошо. Я очень надеялся, что он в этом спектакле сыграет. Ну, он сыграл уже в двух, наверное. Ну, плюс вот так вопросы. Чтобы не было упреков, вы чиновники, давайте там занимайтесь своим делом. Вот. У нас очень хорошее отношение с ним. И он человек талантливый. Насколько я знаю, он играл раньше и в КВН. То есть, сцена для него не в новинку. И чувство юмора у него прекрасное. И работал с ним, и репетировалось. При его очень плотной занятости очень легко. По крайней мере, вот чем мне нравится работать с чиновниками? Они приучены к дисциплине. Кто первый на репетиции? Кто не опаздывает? Это чиновники. Сейчас про оренбургских чиновников? И про оренбургских, да, и про челябинских. Вот лично вот у меня министр образования и науки, Кузнецов, мой челябинский, он никогда не опаздывает на репетиции. Всегда первый сидит. А у вас занятость у него, извините. Да, вся область, все образование, все наука на нем. Вот. Бизнесмены можете позволить, ой, у меня встреча, ой, знаешь, там, смс-ка, я задержусь, мы сидим, ждем. 22-23 марта будут спектакли. Напоминаю, что будут они в театре музыкальной комедии. Вы как-то для себя составы эти разделяете? Какой состав у вас первый, какой второй? Вот нам лично, если вы нам дадите пригласить на билет, нам когда прийти? 22-го или 23-го числа? Или все одно? Приходите, увидите два разных спектакля совершенно, потому что они разные, исполнители, а это и влияет на спектакль. И я бы не выделял... Мы не делим никого на первый, на второй состав, у нас есть один и другой. А два только дня будет? То есть два... Да, в этом и уникальность. Мы можем собрать благотворительный сбор, когда они вот сейчас и больше никогда. Если бы мы были через год. Да. Да, наверное. Нет, через год будет другой. Другой. Спектакль неповторяемый, понимаете? А если будут аншлаги, и люди захотят еще попасть, посмотреть? Не все смотрят. Вот финансовая сторона не моя, то есть билетами я не занимаюсь. Творческие вопросы. Есть организаторы, и это в данном случае фонд «Необыкновенное чудо». Они молодцы, насколько я знаю, и продажа билетов, вообще организация всего, и в том числе мне создаются комфортные условия для работы, это тоже очень важно. Нашим участникам создаются достаточно комфортные условия. Ну, просто элементарно, бытовые. Люди с работы прилетают, тот же Макеев залетает после совещаний, еще в пиджаке, в галстуке у него в голове еще эта информация. Я понимаю, что он трудно в сцену убегается, голодный даже приходит. Все, чай, кофе, все, там необходимо что-то перекусить, вперед работаем, нормально. Вот, и я помню, что с «Багданным чудом» была такая ситуация, когда были полные аншлаги, когда во второй день, первый день прошел, еще пошло сарафанное радио, что вау, бомба, проданы были все стулья приставные, и насколько была информация, еще 50 человек пришло и купило места на полу на ступеньках. Просто вот, а у меня... Хочешь посмотреть на того человека, который продавал билеты на ступеньки. Очень талантливый человек должен. Это вопрос, как я не знаю. У меня главный медведь, принцесса, должны были сверху спуститься по ступенькам в проходе, а там люди сидят, они по головам просто. Ну, осталось только пожелать таких же аншлагов, походов по головам, ступенек. Приходите, друзья, 22-23 марта. Спасибо. Спасибо, Павел, всем добром. До свидания.